Всем привет, друзья! С вами Дима Ван Пойнт, и я рад вам сообщить, что вчера на презентации Microsoft'а беседки нам показали геймплей трейлер Forza Horizon 5, а также обычный трейлер Forza Horizon 5. И сегодня вы узнаете всю информацию об этой игре. Доносить до вас эту самую информацию я буду в виде вопроса и ответа, потому что так, мне кажется, воспринимается это все намного легче. Погнали! На какие платформы выйдет Forza Horizon 5? Xbox Game Pass, Xbox Series X и S, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X. Естественно, на ПК под управлением системой Windows 10 Steam, а также Xbox Cloud Gaming на Android. А я напоминаю, что облачный стриминг пока не доступен на территории России. И да, если вдруг кто-то спрашивает про Steam, то все это появится одновременно с релизом и в Windows Store. Когда откроется предзаказ на Forza Horizon 5? Предзаказ уже открыт на Xbox и Windows 10 Microsoft Store. В Steam игру можно пока добавить только в список желаемого. Для предзаказа дисковые копии, естественно, нужно обращаться уже к местным ресейлерам. В Forza Horizon 5 будет геймпасс? Да, стандартное издание Forza Horizon 5 добавят в Xbox Game Pass в день запуска 9 ноября. Обладатели Xbox Game Pass Ultimate смогут стримить игру из облака на устройство Android через Xbox Cloud Gaming в мобильном приложении Xbox Game Pass. Ну и тут опять напоминаю, что облачный стриминг у нас пока что официально не доступен в России. Через прокси можно. Работает. На какие языки будет переведена Forza Horizon 5? Английский, французский, немецкий, португальский, испанский, итальянский, японский, корейский, русский, чешский, турецкий, венгерский, традиционный китайский, упрощенный китайский и польский. И самое главное, озвученная игра только на английском языке, французском, немецком, испанском и португальском. Да, друзья, к сожалению, русской озвучки здесь, как вы поняли, не будет. Какая машина будет на обложке в Forza Horizon 5? Разработчики ответили, что пока что они не знают. Расскажут об этом позже. Но у меня есть такое впечатление, что, скорее всего, это будет тот самый Мерседес, на котором делали акценты в трейлерах. Какие фичи и режимы есть в Forza Horizon 5? Что отличает ее от предыдущих частей Horizon? Forza Horizon 5 откроет для игроков наш самый большой, захватывающий и разнообразный открытый мир. Вас ждут увлекательные поездки по самобытным локациям Мексики с рулем величайших автомобилей в истории. Во время разработки в Forza Horizon 5 мы создали несколько новых режимов и функций, а также улучшили существующие. Вот некоторые из них. Horizon Story. Погрузитесь в детально продуманную кампанию с сотнями испытаний, которые вознаграждают вас за участие в любимых занятиях. Знакомьтесь с новыми персонажами и влияйте на развитие их истории в сюжетных миссиях. Forza Link. Умный ассистент, который будет подстраиваться под интересы каждого игрока и помогать найти напарников. Horizon Arcade. Совместный режим с множеством веселых мини-игр и захватывающих испытаний по всему миру. Event Lab. Набор инструментов для создания гонок по настраиваемым правилам, испытаний, трюков и полноценных игровых режимов. По сути, это немножечко переработано на Super 7. То есть такое у меня создается подозрение, что в Forza Horizon 4 этот режим ввели чисто как для теста. Посмотреть, как люди это все воспримут. Ну и потом это все перетекло в Event Lab в Forza Horizon 5. Horizon Open. Усовершенствованная версия традиционного экспириенса PvP. Режим объединяет разные типы гонок и челленджей в одну серию. Horizon Tour. Игровой аналог автостреч. Да, их вернули. Помните, автостречи-то, а? Был это практически недавно, а прошло уже столько лет. Где вы объединяетесь с реальными гонщиками и соревнуетесь с дровотарами средней сложности. По окончанию заездов вы можете отправиться в следующую локацию турне. Визуальная кастомизация. Переработан UE и улучшен UX для более удобного и эффективного тюнинга. Создавать дизайн стало так же просто, как пользоваться современными редакторами для обработки изображений. Кроме того, добавлены новые бодикиты, 100 новых колесных дисков и тона других визуальных апгрейдов. Кастомизация персонажа. Расширен набор стандартных героев. Появились прически и протезы, а еще возможности покупать одежду за внутриигровые кредиты. И выбирать предпочитаемый род, местоимение и тональность голоса. О, ребята, а вот сейчас слезы ностальгии у многих игроков, которые играли. В Project Gotham Racing начнут литься рекой. Добавили очки Kudas. Очки новой системы репутации, которые можно обменять на специальные значки для профиля. Очки даются вручную самими игроками за вежливость, помощь и чистое вождение. Новая фича Gift Drop превратит ваше авто в раритет. Затюнингуете машину, покрасьте ее, а затем просто оставьте где-нибудь в глуши в качестве подарка для другого игрока. Но это, конечно же, еще далеко не все. Вот то, что скажу я сейчас, многие просто удивятся и будет реальный отвал башки такой же, как у нас был с Олежей на трансляции. Да, друзья, можно поднять или опустить крышу кабриолета даже в свободной езде. Ну и красить тормозные колодки. Если говорить о расширениях, то разработчики пока что думают выпустить всего их две штуки. Но как у нас будет по факту, узнаем это, естественно, позже. Сколько автомобилей будет в Forza Horizon 5? Автопарк Forza Horizon 5 будет состоять из сотен величайших автомобилей в истории. Более подробная информация о вместимости гаража появится позже в этом году. Ну а я лишь могу сказать, что один из следующих роликов я посвящу тем машинам, которые уже успели слить в сеть. Поэтому ожидайте, обязательно будет разбор, что же у нас там появится в Forza Horizon 5. Как Forza Horizon 5 работает на Xbox Series X и S. Игра работает в 4К 30 фпс на Xbox Series X и в 1080p 30 фпс на Xbox Series S. Но при этом на обоих консолях будет опциональный режим производительности в 60 фпс. Ну и стоит, естественно, понимать, что когда вы включаете режим производительности, то разрешение у вас падает. Да, то есть получается на самой мощной консоли на данный момент нету 4К 60 фпс в Horizon 5. Это немножко печально, это расстроило многих, ребят. Но стоит понимать, что нам обещали производительность 4К 60 фпс не на будущих играх, а на тех, которые выходили в тот момент вместе с релизом консоли. Понятное дело, что прошел уже год. Уже год прошел с релиза PlayStation 5 и Xbox Series X. Понятное дело, что они за этот промежуток времени уже смогли немного устареть. Несмотря на то, что у нас сейчас дефицит железа как компьютерного, так и консолей. Сразу же говорю, как работать будет игра на Xbox One в консолях, я не знаю. Скорее всего, это будет мыло-мыльное. Но опять же, подождем, увидим. Речь пока что у нас идет только про ПК и про консоли нашего сегодняшнего поколения. Потому что я напоминаю, Xbox One это уже считается пастген. Есть ли в игре трассировка лучей? Трассировка лучей используется в Forza Vista, чтобы автомобили выглядели еще более реалистично. Да, здесь немножко нужно расшифровать вот этот ответ от разработчиков. Стоит понимать, что на консолях у нас будет трассировка лучей именно в режиме Forza Vista. Там, где вы обсматриваете машину со всех сторон. В самой же игре, в геймплее, там будет использоваться немножко другая система освещения, не относящаяся к трассировке лучей. Трассировку лучей полностью можно будет включить именно на ПК-версии. Ну, для этого, как вы понимаете, у вас должна быть видеокарта, которая поддерживает эту самую трассировку лучей. Forza Horizon 5 выйдет одновременно на консолях Xbox и PC. Как игроки на PC могут получить от игры максимум. Мы рады представить Forza Horizon 5 игрокам на Windows 10 и в Steam в день официального релиза. Позже, в этом году, мы расскажем больше о системе требований на ПК и других функциях версии. Кстати, да, вот минимальные системные требования. А какие у нас будут рекомендованы, пока что неизвестно. Видимо, разработчики еще до конца не оптимизировали игру, поэтому не знают, какие системки нам выкатить в рекомендуемых. Forza Horizon 5 поддерживает Smart Delivery. Да, Forza Horizon 5 поддерживает Smart Delivery, чтобы вы играли в лучшую версию для консолей, которую используете. Forza Horizon 5 поддерживает кросс-платформенную игру и кросс-платформенные сохранения между консолями Xbox и ПК. Да, Forza Horizon 5 поддерживает кросс-платформенную игру и кросс-платформенные сохранения между Xbox Series X и S, Xbox One, Windows 10 и Xbox Cloud Gaming. Версия для Steam поддерживает кросс-платформенную игру, но общих сохранений с другими платформами не имеет. Ну и наконец-то, вопрос, когда выйдет Forza Horizon 5? Forza Horizon 5 выйдет 9 ноября 2021 года в трех изданиях. Стандартное, цифровое и на диске, цифровое делюкс, цифровое премиум. Стандартное издание добавит в каталог Xbox Game Pass 9 ноября. Премиум открывает ранний доступ к игре за 4 дня до выхода, то есть 5 ноября. Ну и самый животрепещущий вопрос для нас. Сколько стоит Forza Horizon 5? Естественно, если вы будете играть в стандартное издание по подписке Xbox Game Pass, то это от 10 долларов в месяц. Стандартное же издание, по крайней мере в Microsoft Store, я напоминаю, в Steam еще ценники не выкатили, стоит практически 60 долларов. Издание Deluxe практически 80 долларов, а издание Premium практически соточку нужно отдать. Но тем не менее, если вы вдруг в какой-то момент захотите в себе комплект премиум, то тогда вы сможете доплатить еще к стоимости 50 баксов и получите премиум комплект. Ну что ж, друзья, как по мне, игра стала красивее, масштабнее, у нее улучшилась детализация и, следовательно, Xbox консоли не особо даже это все делать тянут. Но тем не менее, нам показали даже геймплей. И самое интересное, что сегодня, в 20 часов по московскому времени, нам разработчики еще один геймплей продемонстрируют. Поэтому, если вы хотите на него посмотреть и не пропустить все это дело в максимально прямом эфире, то подключайтесь ко мне в 8 часов по московскому времени на стрим-канал. Там я буду сам глядеть, что и как с этим геймплеем. Ну а на этом у меня все. С вами был Дима OnePoint. Не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики о Forza Horizon 5, потому что я напоминаю, уже следующий видос у нас будет о машинах, которые успели заметить игроки в этой игре. Ну и, конечно же, ставим лойсик. Всем огромное спасибо за просмотр и всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»